Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Игорь. Друзья называют меня Морос и вы на моем канале, который называется Морос Хант. Сегодня я специально хочу снять для вас короткий ролик, в котором мы хотим ответить на многие ваши вопросы, которые связаны как перевозить профиля и наши ветровые носки, потому что эта задача нетривиальна. Если вы видели предыдущие ролики, то вы понимаете, что большое количество профилей перевозить с собой большая проблема из-за того, что торчат спицы. Или у профиля спицы торчат вверх, а носки, если вы складываете, они могут торчать по бокам. Без специальных сумок эта задача практически нерешаемая, потому что, ну, во-первых, дорогие друзья, вы измочалите любую сумку. Если вы везете их без сумок, ну, во-первых, будут повреждаться сами профиля и носки, а также вы повредите всю свою амуницию. Вы поцарапаете или порвете там скротки, всякие сумки и так далее, и так далее. То есть это требует определенного решения. Мы сделали несколько форматов сумок. Обо всем я сейчас расскажу подробно. Более того, мы даже сделали вот такой офигенный чехол. Нам очень нравится он. В этот чехол помещаются все полуавтоматы, даже с длинными чоками. Чехол плавает и чехол складывается. То есть вы получаете либо сидушку, либо подпопник, либо еще даже подголовник. Но это мы сделали для себя, дорогие друзья. Я просто хочу вам показать ассортимент, что мы занимаемся серьезно этим вопросом. Чехол пока не продается, это пока пробный экземпляр. Если мы его доведем до ума, то может быть мы и предложим вашему вниманию чехол. Для того, чтобы комфортно перевозить большое количество профилей или же носков ветровых, вам нужно добиться того, чтобы сумки можно было ставить друг на другом. И при этом все спицы, которые торчат либо вверх, либо вбок, не пробивали ваши поверхности сумок. Потому что если вы будете использовать любую другую, скажем так, сумки для переездов, даже из очень плотного рипстоп или материала, или же из Оксфорда, эти спицы моментально измочаливают сумку. Она после буквально первого выезда в поле превращается в решето и ее просто выбросить. Любые другие решения с, скажем, сумками из ПВХ, они, в принципе, годятся, но тогда вы сумку не можете ставить друг на друга. Для того, чтобы сумки стояли друг вот так, как я делаю, можно поставить и так, можно их вот так укладывать и вот так друг на друга складывать. То есть вы таким образом экономите место у себя в багажнике, в кунге, в прицепе. Это очень важно. Плюс вы приезжаете после охоты, даже если вы храните в гараже, все это можно очень компактно разместить. Для того, чтобы сумка обладала такими свойствами, вам необходимо превратить ее в корм. Это добиваемся таким образом, что у нас в каждую поверхность сумки вшито пластиковые пластины. То есть пластик обеспечивает жесткий короб. Более того, мы еще использовали дорогой материал. Это необычный Oxford, это Oxford 1680 на ПВХ-подложке. То есть эта сумка получилась еще не водопроницаемая. Значит, используется очень мощная тракторная молния для того, чтобы открыть крышку. Вот вы можете видеть, в такой сумке, в каждой стандартной сумке помещается 60 профилей. Это 6 комплектов. То есть один человек без проблем это все может унести. Как бы за один заход. Значит, что еще? Есть боковые. Для того, чтобы вы могли спокойно, удобно вытащить из багажника сумку. Есть боковые ручки. Ну и естественно для переноски. Значит, есть вот такое мы решение применили. Оно, в принципе, стандартное. Здесь ничего такого военного нет. Две лямки. И очень удобный наплечник. Наплечник пришит к одной из лямок. И на липучке вы их объединяете или разъединяете. Значит, вы можете все это дело отрегулировать по длине, как вам удобно. На плечо, через шею. Без проблем. Да, дорогие друзья. Из-за того, что здесь используется пластик, сумка получилась тяжелой. И, в принципе, даже были некоторые нарекания от разных наших, даже заказчиков, теперь можно сказать, люди, которые покупали. Говорят о том, что тяжелая. Дорогие друзья, да, можно попытаться найти пластик, может быть, чуть полегче, но вы сэкономите в один килограмм. На мой взгляд, гораздо важнее удобно транспортировать, чтобы у вас ничего не ломается, не ломаются головы, хвосты, не протыкаются спицами. Ваши сумки, ваши чехлы от ружей и так далее, и так далее. То есть удобство транспортировать гораздо важнее. Но вы скажете, что вот такой короб, это крайне неудобно. Что с ней делать-то дальше? Вот вы вынесли в поле, куда ее девать? Дорогие друзья, сумка с небольшим секретом. Сейчас я вам это покажу. Ну вот, представьте себе, что вот вы пришли на место охоты, вы достали свои профиля и расставили их. Что делать с этим огромным коробом? На самом деле, дорогие друзья, здесь все гораздо интереснее. Сумки все снабжены откидным дном. Боковины складываются. И сумка очень быстро превращается в блин. Абсолютно плоский. Наш яркий логотип закрывается крышкой. И застегивается на фастекс. Вот таким вот образом. Сумка становится абсолютно плоской. В своем сложном положении сумка может быть как ковриком. Вы на них можете вставить на колени. Например, встать. Вы можете поставить под любую, допустим, стенку скротка, убрать в кусты. Вы можете убрать под себя. В лежачей скротке, например, если вы лежите на раскладушках, таких как, допустим, гравитация М2. Там есть место, которое, в принципе, особо не используете. Под раскладушку, под себя кладете. Никаких проблем нет. Мы еще думаем о таком варианте для таких самых быстрых ребят, активных. Добавить сюда соединительные фастексы. Таким образом, что вот две такие сумки положить рядом, соединить между собой. И, скажем, вот такое решение, допустим, с чехлом от ружья. У вас подголовник. Если вы накроете сеткой, то можно, в принципе, охотиться на короткие вечерки. Например, на Кубани или в Ростовской области, где люди охотятся на утку в августе. Ну, может быть, вполне интересным решением. В эту же сумку вместо 60 профилей вы можете поместить без проблем 100 ветровых носков гусиных. Утильные носки еще меньше. Так что туда можно будет, наверное, поместить и 120, и 130. То есть решение универсальное, что для ветровых носков, что для профилей. Хочу показать вам еще вот такую вот нестандартную сумку. Она отличается по габаритам от наших стандартных сумок. Все дело в том, что, дорогие друзья, в отличие от наших ветровых носков, где используется стойка 600 мм, у нас также есть ветровые носки с удлиненной стойкой, которая имеет длину 900 мм. Поэтому они не помещаются в нашу стандартную сумку. Пришлось под них делать вот отдельную такую специальную сумку. В такую сумку помещается 60 штук. Она абсолютно также складывается в плоский блин. То есть здесь все те же самые принципы. Она также везде защищена. Все одно и то же, та же фурнитура. Для чего нужны удлиненные носки? Мы будем снимать отдельные ролики. Всему свое время, дорогие друзья, мы сделаем презентацию. Потому что это не только отдельный вид приманки, но это еще и система маскировки. Конечно, хочу сказать несколько слов, дорогие друзья, что сумки получились дорогими. Как вы видите, здесь используются премиальные материалы. Дорогой Оксфорд, много дорогой фурнитуры, пластик по кругу. Но дело в том, что все это мы делали для себя и делали хорошо. У нас не стояла задача выпускать специальные какие-то сумки на рынок. Поэтому мы просто хотим представить вашему вниманию, что такое решение есть. Для тех, кто когда-то решит покупать большое количество профилей, я думаю, что вам просто не обойтись без такого рода сумок. Но если вам это понадобится, и вы примете решение, что на фоне, скажем, большой присады, ее стоимости, цена такой сумки, это, в общем-то, нормальное решение. Мы всегда будем рады вам помочь. Ну вот и все, дорогие друзья. Это все, что я хотел вам показать. Цель этого ролика была показать о том, что мы действительно стараемся, двигаемся вперед, развиваемся. Очень важна ваша поддержка. Еще раз повторяюсь, пожалуйста, не забывайте подписаться на телеграм-канал, на мой ютуб-канал. Ну и вообще оставайтесь с нами. Будем рады делиться с вами нашими новостями. С вами был Морос, до новых встреч, пока!